У нас осталось ряд важнейших вопросов, которые мы не можем не рассмотреть нынешним составом. Так было всегда. Мы вступаем в Новый год, финансовый, экономический, как угодно его можно называть. Весьма важный политический период переживаем, то ли еще будет в будущем году. Поэтому нам крайне необходимо рассмотреть и принять основные планово-финансовые документы на будущий год. Прогноз развития и бюджет. Я знаю, что и профильная комиссия, и отдельные депутаты работают вместе с правительством, Минфином над этими документами. Это хорошо, это хорошая практика, ее надо сохранить в будущем парламенте, перенести этот опыт. Но я хочу просто вас попросить, чтобы вы передали депутатам, что эту работу надо активизировать. Вообще, на финише надо бежать быстрее, красивее, чтобы это запомнилось людям. Во-вторых, я хотел бы, наверное, это будет правильно встретиться на несколько минут с парламентариями. Это будет правильно, если я поблагодарю их за их работу. Потому что очень правильно многие специалисты говорят, что все, что мы сделали, это сделано не только президентом. Судьба такая у всех, что обычно это ассоциируют с первым лицом. Но ведь работал не только Лукашенко, Андрейченко, Мясникович, Качанова и другие. Работали ведь тысячи людей. И прежде всего парламентарии на что работали? На стабильность. Мы с тобой помним, что творилось в первом нашем независимом парламенте, что было во втором, если брать годы суверенной Беларуси. И это все вбрасывалось в сферу жизни людей. Это не только нервировало наших людей, но и кому-то было плохим примером. То есть мы создавали тогда с тобой определенную нестабильность. Мы несем за это тоже ответственность. Хотя, в общем-то, никогда не толкали людей ни на улице, ни кричали, ни гвалтовали там и так далее. Поэтому парламент очень большую роль играет при внесении стабильности в наше общество. Это представительский орган, не только высший законодательный орган. Поэтому надо поблагодарить депутатов за это.